Ну что ж, фильм закончился, началась история. Я с радостью представляю наших гостей в студии. Специалист по австрийской истории Каталина Медведева. Специалист по истории западноевропейского средневековья Станислав Миреминский. Специалист по истории Франции Наталья Танчина. И киновед Александр Шпакин. Ну что, красивую сказку мы посмотрели. Теперь давайте разбираться, где в ней ложь, а где намеки. И начнем прямо с Д'Артаньяна. Как я понимаю, у героя мушкетерских романов Дюма был свой исторический прототип. И вот вопрос, мог ли этот прототип принимать участие в истории с железной маской? Ну, хотя бы гипотетически. Мог или нет? В принципе, мог. Потому что если мы сравним те события, которые рассматриваются в фильме, это конец 50-х, начало 60-х годов, то, в принципе, реальный Д'Артаньян мог в это время участвовать в данных событиях. Поэтому в данном случае режиссер фильма не слишком погрешил против исторической справедливости и истины. То есть правдоподобно. Да. Д'Артаньян в подобного рода событиях как раз участвовал. И он неоднократно выполнял вот такие секретные поручения, официальные какие-то или неофициальные миссии и Людовика XIV, и кардинала Мазарини. И, допустим, в данном фильме Д'Артаньян участвует в деле, связанном с железной маской, вот с этим таинственным узником. Но на самом деле тот же Д'Артаньян участвовал в операции по аресту Фуке, легендарного Фуке. То есть в этом он действительно не легендарный уже Д'Артаньян, не герой трех мушкетеров, а реальный исторический персонаж, он в этом принимал участие. Другое дело, что реальному Д'Артаньяну на тот момент, о котором идет фильм, то есть это 59-й год, ему было не 40 лет, как утверждает Д'Артаньян в фильме, а ему было 48 уже лет. Хорошо, теперь займемся самой железной маской. Плохие новости, Мисси. Беги, у них приказ арестовать тебя. Что там конкретно известно об этой истории? И от кого исходят, скажем так, наиболее правдоподобные сведения о железной маске? В настоящее время это в первую очередь, конечно, миф. И здесь отделить какие-то зерна истины очень сложно, хотя сейчас, поскольку усилие этому уделял много поколений историков, на протяжении уже веков архивы, в общем-то, раскопаны, хотя далеко не все кое-что удалось установить по документам достаточно точно. Но, скажем, вот этот комендант Сен-Мар, это вполне историческая личность. Известно, что он действительно был сначала комендантом крепости Пеньероль, это северная Италия нынешняя, потом он действительно был комендантом на острове Сен-Маргерит, около Лазурного берега, около Кана. И действительно, потом его перевели в Бастилию, хотя, говорят, не при таких драматических обстоятельствах, как это показано в фильме. И все это время при нем по документам прослеживается, вроде бы, существо, фигурировал с ним вместе, путешествовал некий заключенный, который... Вот носил он маску или нет, и когда носил, это другой вопрос. Но заключенный, видимо, был, он по документам прослеживается под именем Эстаж Доже, и мы знаем, что в Бастилии он, в общем, в начале 18 века и умер. Это зафиксированный факт. А вот, простите, кто об этом пишет? Сам комендант Сен-Маргер или вообще какая-то иная ситуация? Да, есть переписка его с начальством. Есть его собственная переписка, где он говорит об этом таинственном узнике. Да, он не упоминается, поскольку, в общем-то, частичные архивы сохранились. То есть это довольно объективный источник. Это довольно объективный источник. Другое дело, что там говорится далеко не все, и очень многое восстанавливается по слухам, которые просачивались все равно, поскольку история длилась десятилетия, она просачивалась в общество. И, конечно, ключевая фигура, на самом деле, в истории «Железной маски» – это, наверное, Вольтер, который в своей как бы исторической работе «Век Людовика XIV» очень популярный в свое время и на протяжении позднейших веков. Он, собственно, эту историю как бы раскопал, ее представил, высказал свою версию, вокруг которой, на самом деле, все равно не все получилось. Вольтер как раз родоначальник этого мифа о «Железной маске». Ну, наверное, Вольтер не родоначальник миф, потому что миф-то начал формироваться гораздо раньше Вольтера. Вольтер, когда оказался в Бастилии, вот там он впервые услышал об этой истории, и он, собственно, заинтересовался, начал, как и многие до него, искать, пытаться раскопать. Другое дело, вот что, верно говорилось, документов вроде бы сохранилось много, но в том, что касается документов Бастилии, вот эти листы, в которых содержались записи о том, что этот узник был доставлен в Бастилию или о его смерти, они оказались каким-то странным образом растворены. Особенно это как раз проявилось, когда парижане, восставшие 14 июля, штурмовали Бастилию, освободили этих семерых несчастных узников, и вот этих вот как раз архивных документов не нашли. И поэтому как раз столько версий, ведь существует порядка 50, даже более версий, относительно того, кто же все-таки скрывался под этой «Железной маской». То есть, собственно, список исторических кандидатур на роль «Железной маски» весьма обширен. А вот любопытно, действительно, вот помимо той версии, которую мы видим на экране, какие номинанты могут попасть в шорт-лист, по вашему мнению? Вот то, что мы видим на экране, это, по сути, развитие линии Вольтера. То есть, если Вольтер считал, что «Таинственная маска», «Железная маска» – это брат Людовика XIV, дальше уже Александр Дюма развил эту историю, и он уже как раз является во многом автором идеи о том, что это не просто брат, а это брат-близнец. И с легкой руки Александра Дюма, как это часто бывает в истории, вот эта версия, она как раз и получила наиболее широкое распространение. Хотя есть и множество других персонажей. Это и тот же Фуке, который якобы не умер в 1680 году, а вот находился узником Бастилии под этой «Железной маской» и только в 1703 году скончался. Это и сын Оливера Кромвеля, есть даже такая версия, что это якобы Петр I, который остался во Франции. Ирманский патриарх, и герцог как раз Манмаутский, внебрачный сын Карла II. То есть версий действительно существует множество. И кардинал Мазарини, кстати говоря, по одной из версий скрывался. «Железная маска» – это как бы лонг лист, да? А вот ваш шерт-лист, вот кто? Мне как-то импонирует версия, которая была предложена французским историкам совершенно недавно, которая считает, что это действительно миф, который был создан и, как очень часто случается в истории, зажил своей жизнью. И автор считает, что под «Железной маской» скрывался как раз никто иной, как уже упомянутый стаж Данже. То есть совершенно ничтожный мелкий человек, обыкновенный слуга, может быть, Фуке, который случайно узнал некую тайну. И потом вот этот вот миф был раздут уже упомянутым комендантом крепости Сен-Маром, для которого это была возможность продвинуться по карьерной лестнице. Очень эстроумно, такой антимиф, да? Дам претендентов на роль «Железной маски» в историческом театре нет. Есть и дамы, что якобы это сестра Людовика XIV. А маска бархатная была, насколько я знаю. Вот, вот, вот. Что за маску могли носить? Это вообще вопрос, потому что, насколько я понимаю, практика была, что маску надевали чаще всего при перевозке из одного места в другое, потому что действительно это позволяло избежать каких-то нежелательных контактов и самого заключенного с внешним миром, и внешнего мира. Вообще версия, что этот человек должен был все время носить маску, она малоправдоподобна. Практика была. Была, в принципе, была. При перевозке. То есть, кузники могли носить маски в определенных обстоятельствах. С другой стороны, вот, собственно, железная маска – это во многом миф, который был создан, может быть, уже в эпоху просвещения, для того, чтобы показать все зло, которое может исходить от абсолютной монархии, когда человек незаконно помещен в тюрьму, и мало того, что незаконно помещен, так на него еще надевают вот эту вот ужасную железную маску. Что касается маски, то все-таки считается, что, может быть, если маска и была, то изначально это была бархатная маска или шелковая маска, не маск-де-фер, а маск-де-фер – шелковая маска. Смотрите, да, ну, собственно, в фильме, как и в романах Дюма, вообще исторические персонажи достаточно тенденциозны. Да, понятно. Ну, например, Кардинал Мазарини, таким, как мы его видим на экране. А вообще вот интересно, в Мазарини хорошо исторический персонаж. А какие еще исторические персонажи привлекают взгляд историка? Человек соглашается, не соглашается, но они вот любопытны на экране. Меня заинтересовал именно Мазарини, потому что режиссеру, я не знаю, вольно или невольно, удалось передать очень характерные черты французской дипломатии, которые были выработаны именно в правлении Ришелье и унаследованы Мазарини. И вот очень интересный, очень показательный, на мой взгляд, сюжет, связанный, ну, начало фильма, когда появляется Д'Артаньян и громким голосом сообщает о победе. И Мазарини говорит, тише, 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 да, и почему? Потому что за стеной находится испанский посол. И вот после того, как Д'Артаньян уходит, и ему что-то Мазарини нашептал на ухо, Мазарини вызывает этого испанского посла и начинает очень жестко диктовать ему условия. И тот говорит, откуда вы знаете, почему вы так ведете себя? Ну, и тот говорит, я абсолютно уверен в силе французского оружия. И вот этот сюжет показателен, потому что обычно для французской дипломатии было характерно более такой спокойный подход. То есть сначала французские дипломаты выслушивали то, что предлагает другая сторона, и не вели себя вот с точки зрения диктата. И только если они были уверены, если у них была какая-то секретная информация о том, что произошло, и они единственные владели этой информацией, то тогда они могли позволить себе диктовать условия, и вести себя достаточно жестко. И вот этот сюжет, на мой взгляд, он очень так вот соответствует реалиям, да, дипломатической жизни того времени. Вы разговариваете со мной как победитель с побежденным. Вы предвосхищаете результаты сражения, которые еще продолжаются? О, нет, я ничего не предвосхищаю, Мс. Пимантель, я рассуждаю. Поскольку французская армия сильнейшая в мире, то, естественно, она победит сегодня испанскую. И нет необходимости ждать результатов, чтобы знать это. Что касается вот этого исторического контекста, мне кажется, здесь, например, очень правильно отражена ситуация с мушкетерами, потому что ведь тогда Людовик, молодой еще Людовик, он еще, собственно, и не стал править самостоятельно, только после 61-го года, после смерти Мазарини, он станет таким полновластным королем. И тогда он уже будет создавать и армию регулярную, мощную, постоянную. А пока это все только зарождалось, только происходило, и вот здесь как раз показана, интересно, ситуация с ротой мушкетеров, которые тогда еще действительно не были вот этими самыми королевскими мушкетерами в одинаковой красивой одежде, на серых лошадях, что потом как раз будет свойственно. И вот этот эпизод, когда мадам Душом приезжает туда, в Дюнкерк, где произошла вот эта вот знаменитая битва в Дюнах, и привозят вот этой вот разношерстной массе мушкетер, в которых она сама испугалась больше, чем испанцев, одежду. Потому что тогда как раз мушкетеры содержались сами, государство не финансировало их. Повозка, что следует за мной, нагружена тысячей вещей для ваших солдат. Там сапоги, камзолы, кожаное снаряжение. Я все предусмотрела, чтобы ваши солдаты дали суровый урок элегантности господам испанцам. Господа мушкетеры, на приступ! Все это вам! И вот теперь давайте о фильме поговорим. Вообще, чем интересен и примечательен этот фильм в истории французского кино, во-первых, и какова, возможно, история экранизации этих железных масок? Александр. Что касается истории французского кино, этот фильм восходит к некоему жанру, который, в принципе, полновластно развился именно где-то с конца 50-х, начала 60-х годов. Это жанр облегченка. Вообще, этот термин, на самом деле, придумал я. Нет определения этому жанру. Он сейчас очень популярен в американском кино. И это всегда сборище не то, что идиотов, как в комедиях должно быть, а просто каких-то глупых, недалеких людей, которые, скорее, делают вид, что они идиоты. И ты не понимаешь, толком это всерьез сделано или не очень. Но самое интересное, что... А у французов здорово получилось, потому что природное чувство юмора. И вот этот фильм, это был один из первых, одно из первых было произведений в этом жанре. Дальше появится с тем же Жаном Моретом «Капитан», «Горбун». Все это будет очень активно покупаться советским прокатом. Здесь успех будет огромнейший. Этих картин куда больше, чем у французской аудитории. И европейской, наверное, в целом. И европейской, совершенно верно. Особого успеха у этой картины не было. То есть она была в череде, в ряду вот этих вот картин вот такого, значит, облегченного жанра. Хорошо. А что касается традиций показа вообще «Железной маски» в кино, то... Вопрос-то такой, да? Это единственная облегченка, а все остальные серьезные традиции. А остальные, конечно, более серьезные. Получается, что это единственная такая вот разбитная, веселая комедия на эту довольно мрачную тему. А остальные... Тот же фильм, который действительно имел успех, который поначалу предназначал ни для какого, ни для проката. Это была скромная телевизионная картина «Человек в железной маске». Английская картина. И единственное, что могло ее запустить в прокат, это то, что главной роли снимала звезда английского кино Ричард Чемберлин. Вот. Он играл этих двух братьев. Все остальное – скромная картина. И вдруг огромный успех. Картина закупается всем европейским прокатом, выходит в Америке, получает несколько призов. Тогда, я прекрасно понимаю, почему эта картина так прозвучала. Это была одна из первых исторических картин, в чем-то показывающих историю как ужас. То, что потом... Как страшную какую-то драму и как неприятный мрак тяжелый. Как эта вот «Железная маска». Там действительно не такая «Железная масочка», в которой ходил главный герой нашего фильма. А страшный чугунок такой, да, опускался на его голову, в котором он мучился, в котором он там зарастал бородой, испытывал страшные муки. Все это физически ощущалось на экране. Все краски были в этом фильме приглушены. То, что потом уже будет выражено, правда, спустя 20 лет, но по полной программе, уже в фильме «Королева Марго» с «Азабелем Джанни», где действительно режиссер поставит себе задачу полностью разрушить этот гламурный, дартальяновский, красивый, иметь плаща и шпаги. А показать все это как действительно страшный и жестокий мрак. Давайте вернемся все-таки к истории. Вот этот самый голландский заговор, который становится некой пружиной, да, вот общей интриги фильма. Мне же нужна шкура Мазарини, и чтобы мне вернули звание капитана гвардии. Немилость короля лишила меня губернаторства в Пуату. Мы сошлись над том, что надо похитить короля. Но кем его заменить? Заметьте, что, возможно, Господь уже исполняет наши желания, благодаря этой лихорадке. Нет. Голландский посол только что сообщил мне, что состояние короля улучшается изо дня в день. Его, наверное, уже перевезли в Париж. Короче, мы можем рассчитывать только на себя. Что это такое? Что это за голландский заговор? Это реально? Это, в принципе, реально. Потому что в фильме рассматриваются события, которые происходят фактически сразу же после окончания 30-летней войны, которые для Франции имели огромное значение, потому что 30-летняя война и Вестфальский мир покончили, ну, наверное, можно сказать, покончили с гегемонией Габсбергов в Европе. Голландия на тот момент была частью свободная, она частью принадлежала испанским Габсбергам. И вот именно на эту часть претендовали и французы. И поэтому голландцы, с одной стороны, хотели, конечно же, освободить оставшиеся территории, присоединить их к Соединенным провинциям. С другой стороны, голландцы были в такой сложной ситуации, потому что если выбирать из двух зоу между усиливающейся Францией и ослабевшей Испанией, то пусть лучше эти территории будут под властью Испании, чем под властью Франции. Поэтому там, конечно же, интрига была. И французский король Людовик XIV и Мазарини старались отхватить эти территории как можно больше, как можно активнее вести эту политику. Голландцы не знали, что им делать. Они заключали союзы, провели переговоры и с испанцами, и с австрийскими Габсбергами, и с Англией. Это была такая очень жесткая, очень активная дипломатическая борьба в этот момент. И голландцы действительно были готовы на что угодно, лишь бы выиграть ситуацию. Вот мы видим, на что они были готовы. Здесь был еще религиозный фактор все-таки. Это для XVII века. Это очень важно. В фильме это как-то... Ну, потому что комедия, конечно, невозможно было это все показывать, но Голландия, в общем, в Европе была на тот момент главным рассадником протестантизма, кальвинизма. И свободомыслия, насколько оно в то время вообще существовало. Испания – это главная опора все равно католической такой реакции. Франция, на самом деле, пребывала в неустойчивом положении, потому что в современ Генриха IV существовал Нанский эдикт, который французским протестантам предоставлен, на самом деле, довольно широкие полномочия. Их центр был Ля-Рошель, которую потом Д'Артаньян литературный будет осаждать. И, в общем, Франция была, на самом деле, в таком положении еще непонятным. В принципе, конечно, позиции при Мазарине, при Ришелье, позиции католиков, конечно, усиливались. И уже Ришелье урезал Нанский эдикт, Людовик XIV его позднее вовсе отменит. Но все равно там существовало такое внутреннее напряжение по этому поводу. И поэтому голландский заговор, как заговор протестантов, он был именно... Даже он, может быть, был не сколько реальным, сколько он осознавался как опасность. Потому что эпоха религиозных войн до этого существовало несколько раз заговоры Гугенота с целью похитить короля. Перед Форфиломейской ночью был такой заговор известный адмирал Калиньи и другие попытки. То есть на уровне массового сознания такая опасность была. В общем, конечно, что короля убьют, отравят, подменят, похитят. Смотрите, да, кульминационная сцена. Встреча двух августейших братьев. Во время этой встречи, да, Людовик выдает брату Анри какую-то программную речь. Если бы я запер вас в Бастилии, вы бы ничего не сказали коменданту? Скандал, фронта? Короче, беспорядок противоречили бы интересам государства. Как только меня начали воспитывать, я думал только о государстве. Я даже упрековал себя, что недостаточно думаю о нем. Насколько все это схоже с действительными взглядами Людовика XIV? Как считают историки, Людовик XIV действительно оказался подготовленным Мазарини к управлению государством. И после смерти Мазарини он действительно заявил, что он сам способен вести государство, не нуждаясь в поддержке министров и в помощи министров. Но, правда, у него Мазарини ему оставил Кальбера, знаменитого министра финансов. Но, с другой стороны, на тот момент ведь Людовик это молодой человек, который совершенно еще не привык решать государственные дела и думать об интересах Франции, об интересах государства. То есть у него все это еще, ему все это предстояло осознать, понять. Больше вот эти слова, может быть, логичнее было бы вложить в уста Мазарини, который именно так и размышлял, но не молодого на тот момент Людовика. Ну, это, пожалуй, образ Людовика, как он осознается французами. Потому что для них это, конечно, фигура знаковая. Это время, когда Франция действительно решала судьбы Европы, ну, второй раз будет при Наполеоне. Это, в общем, такие два столпа французской истории, разные, конечно. И здесь, конечно, говорит уже не реальный Людовик, а вот его устами миф. Кстати, по одной из версий, Наполеон тоже потомок Людовика, как раз от Железной Маски. То есть якобы настоящий Людовик был заточен в крепость, влюбился вот в эту дочь коменданта крепости Сен-Мара, им позволили отбыть на Корсику, и каким-то образом Сен-Мар преобразовалась в Бонпар, то есть ребенок от хороших родителей, а Бонпар уже в Бонапарте или всем известного Бонапарте. Здорово. Ну, это уже как раз Наполеонской империи, когда нужно было придать легитимность новой династии. Ну, смотрите, да, комедия французская, хорошая комедия, фильм облегченка, легкомысленное кино, так скажем. Хорошее, но легкомысленное, с исторической точки зрения. А вот все-таки насколько интересны вот эти вот подробности эпохи, насколько любопытно передана эпоха в этом фильме. Вот что могут сказать нам историки? Шоколад тот же самый пресловутый. Вот это как раз очень интересный момент. Другое дело, что он, может быть, несколько раньше уже во Франции приобретает популярность и известность, потому что, как известно, это еще Анна Австрийская, супруга Людовика XIII, была убежденной поклонницей шоколада, и, как считается, именно она его уже во Францию привнесла, вот культуру потребления шоколада. Мария Терезия, вот как раз невеста предполагаемая, ну и потом будущая жена Людовика XIV, она как раз эту традицию уже разовьет. А здесь как раз мы тоже видим вот этот сюжет интересный, когда прибывает торговец вот с этим необычным очень чудо каким-то порошком, шоколадом, необычным на вкус. Да нет, мсья капитан, опасности нет. Это едят. Это вкусно? Лучше попробуйте, мадемуазель. Очень вкусно. Как это называется? Шоколад. Шоколад как? Шоколад. Он европейцам на самом деле показалось поначалу необычным, необычным в том виде, в котором его потребляли мексиканцы, потому что они его смешивали с красным жгучим перцем, а потом уже европейцы придумали добавлять туда сахар. Ну, это же вообще был любовный напиток, да, в начале в Европе. Это афродзиак, как верили тогда. Да, шоколад замечательный. И целебный, и лечебный напиток. И целебный, и все. А еще что-нибудь такое интересное есть в исторических матерях? Театр Мольеровский, который, в общем, там фигурирует на заднем плане, но это тоже, конечно, характерные приметы этой эпохи, безусловно, популярность театра, который становится знаковым явлением в жизни общества. Ну, как раз в это самое время Мольеры ставят свои смешные жеманицы впервые. Так называемый Парижский период его начинается как раз вот именно тогда. Вот, посмотрев вместе с вами этот фильм, я вновь, как там, в детстве, в отрочестве, ощутил какой-то живой вкус истории. Ну, или, если хотите, послевкусие. Если вот сейчас бросить маски историков, да, искусствоведов, вот, киноведов, вы могли бы со мной согласиться, что это вот все-таки история в какой-то степени? Конечно, это история. Как говорил в свое время Марк Блок, для того, чтобы понять историю, важно попытаться, по крайней мере, проникнуть в головы участников событий, проникнуть вот в ту психологию, почувствовать это как-то, ощутить. Мне кажется, вот этот фильм, он в ту атмосферу вполне погружает. Я только благодаря сейчас этой дискуссии понял, что, оказывается, в фильме есть историзм. Я-то был, честно говоря, абсолютно просто убежден, что это абсолютно 100% дураковаляние, имея еще ни малейшего отношения к истории. Ну, конечно же, в фильме достаточно много, не то чтобы реальных событий, да, но намеков на реальные события. А в целом, вот что меня интересует. И вот эти намеки на реальные события, да, участие реальных людей. Вот Тюрен, очень такие красивые идут характеристики, когда Анна Австрийская спрашивает Мазарини, неужели вы не верите Тюрену? И Мазарини, говорит, предавшему один раз верить нельзя. И сразу вспоминается событие Фронды, да. То есть намеки очень точные. Намеки очень точные, яркие. И сначала, когда этот фильм я смотрела, то я подумала, что же какая-то клюква такая. А потом появляются какие-то вот персонажи реальные, появляются реальные события. Вот этот вот заговор, который передан очень ярко. И вот общее впечатление, вот когда все это суммируется в конце, у меня даже осталось такое вот приятное впечатление, что эпоху очень хорошо передали. И в принципе, недалеки были от истины. И не то, что... От истины. Да, даже помните... Танислав, и теперь последний удар такой, куды-грасс. Ну да, действительно, вот антураж передан хорошо. Я не думаю, что здесь как-то передана именно психология людей той эпохи, потому что это дело сложное, и, наверное, просто такими средствами ее невозможно. И не пытался. И не было задачи такой, действительно. Но вот антураж, антураж как раз какой-то, он очень удобный. То есть проникновение в историю это задает, да? Даже помните, там сцена вот с казнью, с четвертованием, когда преступника привязывают к лошадям. То есть это действительно во Франции в то время практиковалось. Именно вот такой способ. Слушайте, ну вообще далеко нас завел этот фильм, по-моему, здорово. Работает же на самом деле. И, по-моему, с большим удовольствием мы его посмотрели, с не меньшим удовольствием его обсудили. Спасибо вам огромное. Напоминаю, что в студии были Каталина Медведева, Станислав Мереминский, Наталья Таншина и Александр Шпагин. Спасибо. Дорогие друзья, ждем вас снова в нашем кинозале. Смотрим историю на экране, обсуждаем ее со знатоками и идем по истории своим собственным путем. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ